Награду нашла героя. Спустя 73 года ее получили родственники фронтовика Великой Отечественной. Медалью за боевые заслуги приказом командующего войсками 28-й армии от 17 мая 1945 года. Награжден Рябов Александр Григорьевич. Сам ветеран не дожил до этого дня, но родные рядового Александра Рябова чтут и помнят своего фронтовика. Спасибо, да. Это для внучков и для детей уже. Конечно, я всегда говорю, это историю, которую мы должны знать, уважать, гордиться, делать. В данном розыске активное участие и ключевую роль сыграли родственники. Начали в 2016 году поиск через ОБД-мемориал. У нас имеется подвиг народа, где размещены наградные материалы, представления к воинским званиям. В случае ранения описывается, по какому ранению поступил в госпиталь. И, к счастью, что многие родственники заинтересовываются поиском наград своих героев, своих дедов, отцов. Отец Тамары Александровны, рядовой Александр Рябов, с войны вернулся живым. Но, как и многие другие ветераны, Великой Отечественной не любил вспоминать о том лихолетии. О его боевом пути к победе и неполученных наградах родные узнали не так давно. Рассказывать он стал только уже к старости. Вообще не говорил про войну ничего в начале. Он рядовой шофер. Воевал в начале, в 34-й мото-механизированной бригады. На передовой. Значит, это доставляло снаряды к передовой. Воевал, значит, на Центральном фронте, на Южном, на Первом украинском. Ну, Господи, Третий, по-моему, на Белорусском фронте. В общем, везде был. Через Польшу шли, через Кенигсберг. Родные запомнили своего фронтовика скромным, ответственным, любящим и трудолюбивым. А его внук уже многие годы является участником военно-патриотической организации «Загорчанин». Рассказы и фотографии деда помогают ему и друзьям в постановке сюжетов исторической реконструкции. Ирина Максимова, Михаил Кирсанов, программа «События». Редактор субтитров А.Семкин